Не пускаем их на эти железки, потому что они могут ноги сломать, руки сломать, переломы сделать. Из-за этого у нас просто не ходят. Мы сидим на лавочке и кричим, не беги туда, не ходи туда, потому что полезет туда и сломает ноги руки. У нас тут даже мальчик 6 лет и то падал, вот в воде, в деревяшке проваливался. Проще гулять по полосе препятствий. Родители боятся отпускать детей, играть на этой площадке. Ограждения у нее давно сломаны, пол сгнил, столбы расшатались. У нас канат был, деревяшки, тут еще какая-то лестница стояла. Сейчас это все сломалось, железки сломались, деревяшки сломались, все сломалось. Эта площадка появилась на Весиме более 10 лет назад. Тогда современным красочным городком гордились и ставили в пример. Но постепенно комплекс начал разрушаться, краски выгорели, и теперь площадка не нужна никому, кроме малышей и молодых мам. Территория городка находится внутри двора. По иронии судьбы, все дома вокруг принадлежат разным управляющим компаниям. Но, как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Благоустройством площадки никто не занимается. Здесь даже мусор не убирают, говорят жители. То есть мы сами вот собирались родителями, и как бы вот мешки брали, и сами этот мусор собирали, и вот уносили на мусорку. То есть вообще ничего не делается в этом дворе, я не знаю. Другие дворы я смотрю, у них и площадки нормальные, у них всегда чисто, кто-то за этим смотрит. Я не знаю, почему вот за этим двором никто не смотрит, никакие меры не принимают. В администрации Мотовелихинского района говорят, чтобы принять меры, нужно сперва выяснить, кто хозяин площадки. Городок существует много лет и не раз передавался из рук в руки. Однако ни косметические, ни тем более капитальный ремонт комплекса никогда не проводились. Если выяснится, что у площадки нет владельца, ее поставят на учет и выделят средства на реконструкцию. На все про все уйдет не меньше года, говорят чиновники. Второй вариант, если мы получаем информацию о том, на чем балансе она находится, соответственно уже будет направлено обращение о приведении в надлежащее состояние. А тем временем дети продолжают получать травмы, играя в аварийном городке. На днях, оступившись, здесь упала полуторагодовалая девочка. С отрясением мозга ребенка доставили в больницу. Екатерина Полевщикова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!